Всем привет! Сегодня я научу вас использовать облачность в разных ситуациях. В игре облака бывают разные и на разных высотах. В зависимости от структуры облаков и их высоты можно планировать вылет. Сплошная облачность на высоте 2500 метров очень хорошо подходит для штурмовиков и пикировщиков, которые могут спрятаться в ней и стать невидимками, пройдя весь маршрут от своего филда до цели. Если такая облачность будет на высоте 3-4 тысячи метров, то удача на стороне бомбардировщиков, которые бросают бомбы с горизонта. А как же идти в облаках без маркера на карте и ориентироваться, спросите вы? Очень просто. В игре облака несовершенные, есть недочеты в прорисовке, которыми и пользуются игроки. Посмотрите на облака. Они обрезаны снизу, а сверху выглядят как положено, объемно и довольно таки красиво. Если мы будем идти по облакам, немного зайдя в них, то мы сразу становимся невидимыми. Но при этом мы можем видеть все вокруг себя на приличном расстоянии и без проблем ориентироваться, идя до цели. Но если мы снизимся и выйдем ниже облачности, то мы сразу будем как на ладони и нас легко обнаружить. Сплошной облачностью или скоплением облаков на высоте 3-4 тысячи метров очень хорошо пользуются для охоты, особенно за 10-15 километров от аэродрома противника. Противник взлетает и идет в наборе высоты. Когда он проходит 10-15 километров, он уже имеет высоту 2000 метров и более, и поэтому его очень хорошо видно, особенно зимой. Мы скрываемся в облаках и подпускаем противника поближе, или сами идем к нему, занимая позицию над ним. После чего атакуем быстро и молниеносно. После атаки уходим в облака и опять становимся невидимкой. Также можно прятаться, летая над своей целью. Бомбардировка в облачности выглядит следующим образом. Если мы будем идти под облаками, то нас будет хорошо видно. Мы заходим немного в облака, после чего появляется небольшая пелена, которая и будет скрывать нас. При этом мы можем хорошо видеть землю и ориентиры для навигации. Если мы посмотрим в бомбовый прицел, то нам очень хорошо все видно, и мы можем беспроблемно вестись на цель, сбросить бомбы, развернуться в облаках и уйти так же незаметно, как и пришли. Если облака находятся высоко и уже виден инверсионный след, то можно вести бои в облаках, ориентируясь по инверсии. Когда противник, например, скрылся в облаках и мы его потеряли, его инверсия может вывести нас на него. Наша задача просто лететь по его следу и все. Посмотрите бой, который начался над облаками. Противник после моей атаки уходит в облака, я пытаюсь его найти по инверсионному следу, но он совершил ошибку, спустился ниже облаков и позволил себя обнаружить. Я же оставался в облаках и он меня не видит, хотя он сейчас вот и пролетает рядом со мной, не так уж и далеко. Мне сейчас остается лишь следовать за ним и сбить его. Как вы видите, сквозь облака можно видеть очертания и блики самолета, а также его винта в максимальном зуме. Эта особенность дает возможность преследовать противника, который вошел в облачность на небольшом расстоянии. Если расстояние будет больше, то противника в зуме мы можем уже и не увидеть. Но даже если мы и зафиксировали противника заходящего в облако, то потерять его очень просто, если он начнет маневрировать, так как удерживать взгляд на противника с полным зумом очень непросто. Но если вы смогли это сделать, то противник будет очень сильно удивлен, когда вы его собьете. Для него вы можете стать читером. Он вас об этом известит в чате игры. Сейчас вы можете наблюдать в этом видео, как маневрируя в облаках, я удерживаю взгляд на противники на максимальном зуме. Возможно, вам покажется это просто. Но уверяю вас, что следя за противником, вы должны выполнять маневры и ориентироваться в пространстве, что для многих из вас представляет сложность даже без облаков. И для увеличения вашего уровня это нужно уметь делать. Как я уже говорил, ходить по облакам нежелательно из-за легкости обнаружения вас. Сейчас я покажу вам бой, где я перехитрил противника, который захотел поиграть со мной в прятки в облаках. Из-за того, что я не успел набрать высоту, противник меня увидел. Я зашел в облака и начал наблюдать за его действиями. Он также зашел в облака и полетел прямо на меня. Так как я больше его не смог контролировать, я немного изменил направление, улетая в сторону с набором высоты, при этом оставляя за собой инверсионный след, который он и увидел, идя в облаках. Он вышел из облаков, я его сразу увидел и начал заходить ему в 6. Все, дело сделано. Противник проиграл бой в облаках, получив 6. Когда у вас 6 на высоте, выше облаков, можно попытаться снять его, используя облачность. Даже если одно плотное облако есть, ныряйте в него. После того, как противник зайдет в облако, резкими маневрами пытайтесь изменить траекторию полета несколько раз, чтобы он не успел и не смог за вами уследить. Записи я не смог найти, но я часто использую такую тактику. Захожу в облако, одним курсом, например, 180, делаю резкий маневр влево на 90 градусов, и затем переворотом вниз пикирую и ухожу 270. За таким маневром очень сложно проследить в облаке. Также сложно проследить за маневрами ножницы, но использовать его лучше в плотной облачности. Надеюсь, этот короткий урок поможет вам использовать облачность для достижения лучших результатов. А на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.